всем привет ребят с вами алексей 24 и именно сегодня мы будем продолжать играть в корсары карибен легенд ребята я напоминаю что эта версия уже 1.1 я делал недавно стрим небольшой абсолютно стрим на обзор версии 1.1 поэтому я думаю все вопросы сейчас обсуждать в этой серии прохождение не будем скажу лишь одно где все это найти ребята у меня в описании под видео вы всегда можете найти полезные ссылки на донат также там есть ссылки на канал яндекс джен канал youtube ребят очень все что надо заходите будет ссылках мне кажется самое главное плейлист все-таки ребят что я хотел сказать в общем я пришел в подземелье в подземелье мартиники как вы знаете тут у нас стоит брат у нас прошло три месяца то есть начало игры прошло три месяца нам надо брать голландский гамбит а ребят вот именно вот этот горшок на башке это и есть то самое обновление 1 версия точнее 1.1 сейчас готовимся берем голландский гамбит и будем проходить его за гвик почему за гвик ребят потому что в принципе могу сейчас и тайную организацию пройти вот в легкую у меня стата героя в принципе она готова ребята то есть я без каких-либо проблем единственное что надо это мне по ухудшить репутацию в этом тоже проблем никаких особо нет оружие прокачено ребята 25 25 тяжелое можно было на 25 я это все про тайную организацию говорю чтобы пройти гвик ребята нет никаких ограничений штрафов по уровню можно в любой момент подойти и взять то есть качаетесь качать ребят исходите проходить гвик то всем внимание на экран и смотрите мое прохождение сюжетные ребята прохождение надеюсь с этим все понятно добрый день шарль смотрю я на тебя и сердце радуется ты определенно меняешься в лучшую сторону да неужели и как ты это понял а по тебе брат мой по твоей походке по твоему выражению лица наконец тебя слетела эта маска сначала самодовольного юнца которая буквально уводила меня из себя новая жизнь явно пошла тебе на пользу не могу понять и обратить как оценить твои слова как похвалу или как оскорбление но скажи по правде мне все равно что ты там вообще думаешь у меня ворох нет море дел и мне некогда вступать тут с тобой в полемику и разводить склоки у тебя есть что-то по существу или нет и или я пошел благодарю братец чувство она мне очень понадобится то есть нам мишель днп желает удачи он нам все перерассказал ребята не стал вас утомлять этими диалогами у нас появилась запись судовом журнале как мы помним ребят если кто-то не знает какой именно диалог и хочется послушать переходите на сейчас а вот ребята вспомнил если вдруг хотите посмотреть именно диалог с мишелем донам п в тюрьме я это писать не буду как я уже сказал переходите вот сюда точнее в описании под видео ребята и смотрите вот именно 17 серию голландский гамбит за англию груз серебра и я думаю вы все там найдете ну а сейчас ребята непосредственно непосредственно переходим к бремя гасконца мой дорогой братец поставил передо мной очередную задачу встретить втереться в доверие к сильным мира сего у меня есть выбор либо наняться на службу голландской в с индийской компании либо разыскать некого влятельного английского капера на антигуа это мы уже прошли ребята либо найти сам не пойми что бриджтауне да уж весело ну что же по крайней мере решение за мной но по поводу решений там и за мной ребята сейчас мы перемещаемся в город вильямсдад штаб-квартиру гвик на киросау и будем пробовать наниматься на службу итак ребята остров кюросау поселение вильямсдад мы прибыли я предлагаю вообще прежде чем начать голландский гамбит ну или вообще начать какую-либо движуху а походить по местным торговцам то есть я хочу наконец-то может быть меккань там кираса либо что-то еще выпадет ну посмотрим ребята посмотрим самое главное посмотреть что у кого есть но например лечебные зелья мне ой как пригодятся так у него оружие все самое необходимое кстати пистолет можно купить на корабле пусть валяется так больше ничего вроде интересного не вижу так у цыганки как я говорил ребята купайте и все амулеты какие она продает пригодятся амулет мадонна у меня то его нету кстати конце амулет можно иногда и у священника взять я не знал ну ладно побегали по торговцам это все хорошо ребята теперь надо найти сам саму вот эту компанию гвик ребята про которую говорил наш брат вот она ребята я уже однажды в какой-то серии вам показывал самое огромное здание в вильямсдате которая меня иногда кажется больше чем сам губернаторский дворец это гвик ребята это вот видите штаб-квартира гвик а теперь внимание на экран куда идете здравствуйте чего вам угодно мне угодно предложить компании свои услуги в обмен на золото конечно хочу наняться на работу тогда вам наверх кабинет камень херу роденбургу проходите спасибо уже иду помните лукаса роденбурга из прохождения который мы только что с вами проходили голландский гамбит вот это и есть сам бинхер роденбург ребята мы идем к нему в кабинет вот он ребята минхер роденбург я как понял мы будем работать лично по ходу на него наша компания нуждается в услугах таких бравых капитанов говорите только поживее у меня много дел ходит слухи о том что вам для работы требуется капитаны допустим слухи не врут и что с того то что я капитан шарли мой корабль у меня в общем есть корабль и я могу оказаться вам весьма весьма полезным неужели вы серьезно для этого я сюда явился минхер хорошо кстати капитан а как вас там вам случайно незнаком торговец бальтазар ридербок нет вам повезло такого скупого сварливого сплитчевого и напыщенного болвана скажу вам по секрету нужно еще и поискать ко всем этим выдающимся качеством он еще и умудрился затеять ссору в местной таверне с полюбустером по кличке джошуа еретик оскорбил его а когда тот вполне справедливо схватился за шпагу позвал солдат и и те конечно повесили пирата на первой же свободной веревке не все так просто джошуа еретик не простой пират а голландский капер и неплохо зарекомендовавший себя стычках с англичанами кроме того ему симпатизирует население города в отличие от ридербока так значит нашему флюбустеру повезло что он еще и жив да он зашел до крайности поэтому ридербок опасается и не без оснований за свою шкуру а подозреваю что мое везение подходит к концу и скором времени мне предстоит знакомство с милейшим бальтазаром именно так плитсбурге с нетерпением ждут игру груз сахара который взялся доставить наш теперь уже общий знакомый ридербок я не питаю к нему никаких дружеских чувств но к несчастью бальтазар состоит у нас на службе поэтому отправляйтесь в портовое управление найдите там ридербока и передайте ему мое распоряжение немедленно выступать дорогу вы проследуйте вместе с ним и ради бога доведите его живым до флицбурга мне бы не хотелось чтобы джошуа еретик испортил груз и репутацию нашей компании а как обстоят дела с оплатой этого прямо скажем мало приятного поручения капитан сперва работа а рассчитаться с вами рассчитается с вами сам бальтазар если конечно окажется там куда в общем куда следует он приедет они на морское дно он падет в любом случае сразу же возвращайтесь отчетом ко мне если успешно выполните это задание сможете рассчитывать последствия на мое покровительство я более вас не задерживаю до встречи минхер но шарлю нужна очень эта работа очень при очень нужна эта работа так ну что давайте я предлагаю сразу в порт переходить и там читать судовой журнал так голландский гамбит ребята мы взяли квест после этого голландский гамбит за гвик линейка у нас открыта ребята еще раз хочу сказать если хотите взять голландский гамбит за гвик не обязательно качаться до какого-то уровня конкретно гвик можно взять на любом уровне единственное условие чтобы вы не прошли за две другие ветки вот и все я получил первое задание от вице-директора компании нужно сопроводить флейт некого бальтазара ридербока найти торговца смогу в портовом управлении в портовом управлении но я естественно бегать по городу не собираюсь я пошел сразу в портовом управлении здравствуйте внимательно слушаю меня интересуют капитаны которые отмечались в портовом управлении списках нет капитанов смысле я по-другому мне кажется в этой игре баг когда ищешь капитана или еще кого-то тебе не дают не дают найти так я же в портовом управлении внимательно слушаю меня интересуют капитаны отмечались в вашем портовом управлении у меня списках нет капитанов способных вас заинтересовать я не понимаю я могу корабль на время оставить либо по другому вопросу нет не получается пока а я нашел этого придурка ребята не обязательно тут какой-то диалог вот этот дурачок спускается сверху ребят дело в том что в карибен легенд переработана локация портового управления то есть видите здесь есть второй этаж есть сундук который не могу открыть и в нем полазить и естественно вот этот бальтазар вот он он спускается по лесенке вот он какая удача капитан мне как раз нужен эскорт до флицбурга очень скоро вы бальтазар а рейдер бок а черт я становлюсь известнее вице-короля что вы что вам угодно точнее кто вы что вы я капитан шарль демор меня прислал лукас роденбург я должен взять вас и ваше судно под охрану о значит минхер роденбург все-таки прислушался к моим мольбам о помощи а то понимаете нашелся какой-то капер опустим подробности эта история они мне известны конечно я и так потерял слишком много времени мне необходимо быть флицбурге не позднее чем через две недели тогда отправляйтесь на корабль и готовьте судно к отплытию мы отчаливаем немедленно режим исследования срок квеста увеличен в два раза видели чё написано это и есть фишка карибан легенд то есть нам дают две недели и карибан легенд я поставил режим исследователя ребята если помните это перед началом первой серии прохождения кому интересно ребята вон описание там плейлисты находите первую серию смотрите что за режим исследователя поставил так вот сейчас данный момент после обновления 1.1 мне уже игра сигнализирует то что у меня время увеличено в два раза то есть за это время в два раза можно вообще мне кажется весь карибский бассейн обогнуть просто вокруг своей оси я не знаю вы можно просто уплаваться но ребята я прежде чем выходить и читать журнал я иду в таверну надо нанять ребят на корабль для того чтобы была команда вы понимаете что у меня в споре заканчиваются аргументы за меня начинает говорить мой пистолет клод дюран хочет свалить никаких отставок за какую сумму то готов 8 500 но блин не клод дюран нужен но он всегда норовит свалить от фигула и стой 25 человек а вот и корабль бальтазара ребята у него блин а я не вижу какой у него корабль а флейт ребята обычный флейт 4 ранга в принципе ничего такого прям сверхъестественного нету ладно выходим ребята в порт сейчас пойдем в лицбург мы в принципе готовы а ребята совсем забыл мы не читали судовой журнал бальтазар ридербок у меня в компонентах держу курс на флейтсбург но вы естественно понимаете я вам пытался это сейчас сказать но я маленько сбился чтобы в корсарах просто так по заданию сюжетному тем более прийти из точки а в точку б без последствий такого не бывает это вообще не бывает ребята поэтому пристегните ремни у меня корабль быстрый полностью быстрый смысле название команда паруса все на высшем уровне мы идем так еще раз я я забыл ксин мартена по-моему да на флейтсбург идем все отлично погнали глобальная карта от винта это кто что это вахте сигнал кто-то плывет похоже это джошуаре тик и еретик вот это дебильная фамилия еретик это из разговора лукаса роденбурга это походу тот с кем повздорил с кем повздорил наш герой ну что ребята корабельный бой принимаем и так картечь готова так а давайте вообще посмотрим что у нас бригантина бригантина так давай атакуй кого-нибудь просто даю приказ компаньону так а мы чуть-чуть вперед проплываю блин я же забыл что мяч арлик не пиле то нету огонь ну естественно мимо ребята меткость потому что не прокачано такое нормальное так но можно чуть-чуть ускориться меня просто берут на абордаж зверски я не знаю что сейчас будет ребят я не понял а мы ведем вообще нет так я не пойму что происходит имени понятно у нас народу много или нет это давай 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 я даже не знаю свое оружие я экипировал так нет мы по ходу их это мы ведем все таки блин зря выстрелил понятно так что за два корабля не совсем понятно так старую кружку взять лечебной зелье взять так что у нас здесь опа 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 а тут и ей шарли ты чё творишь блин так я сейчас лоханулся ребят по ходу их команда много так минус один я не уверен что на второй палубе у нас получится бой хороший так у меня пока энергия под закончилась чичинги ты помогай там маленькая надо было тяжелое оружие экипировать пока проблем меньше было так отлично ребята офицеры проходим проходим занимаем позиции я не думал что такой долгий будет абордаж я гляжу клод дюран все таки не зря мы ему денег отдали он сейчас разберется так отлично блин я буду сейчас пистолетом пользоваться потому что так быстрее я скажу так ребята я впервые испытываю сложности с абордажем но нас почему-то не разносят в пух и прах я вот чем скажу так все что есть давайте собираем все что есть я не знаю может быть что-то интересное найдем так что здесь котлас какая-то хрень так здесь что у нас бутылка рома вот видите как ром губит людей так что у нас шифонерах обыскать ничего нет блин блин офицеры не мешайтесь под ногами ничего нет а ладно хотя в принципе шифонер есть наверху можно посмотреть тоже более на эту кнопку нажал бывает так внимание уменьшаем время так сейчас надо помогать офицером блин я не пойму баланс что ли поменяли на абордажах так есть второго уничтожили так 19 а я не понял я я со средним оружием так готов а ничего так мы их порубили знатно ребята я не знаю мне кажется у меня команды мало так отлично чеченгит у кого-то пристрелил даже офигеть я давно не видел чтобы чеченгит у кого-то упор и из ружья своего стрелял так обыскать давайте пока посмотрим мне надо восстановить энергию и мне надо что патрончики хотя бы восстановили сейчас все-таки бой с капитаном предстоит а чё ничего нет что ли ок подождите а вот здесь и ничего нет ладно по сундукам блин офицеры стоять мне бесит одно только что офицеры под ногами мешаются а так в принципе помощь от них хорошие они молодцы так открываем всякую мелко ребята все что есть на корабле все собираем некоторые вещи потом в будущем могут пригодиться но либо соберете сто колец каких-нибудь там красивых их просто продадите расставщику и на этом можно неплохо заработать но заработать от количества ребята они от качества конечно здорово ты кто такой блин а у меня среднее оружие экипировал я походу его прокачиваю но мне в принципе пока нравится со средним ходить я могу пару ударов нанести и все нормально обыскать возможно возможно это был и он тот кто мне нужен а может быть и нет это имеется ввиду кто повздорил с бальтазаром как юном дебильная фамилия еретик или как того зовут а в общем так 12000 за моё беспокойство гарпун порох зеркальца и так далее в шифонере ничего интересного нету но мы забираем все так тут что вычищаем полностью ребят корабль полностью так карт течь в принципе бригантина та же самая пушки у меня лучше рома у них нету от года ром зажали порах провиант весь забираем бомбочки к не пили блин я даже не знаю чищу забрать ну все больше ничего на корабле интересного нету мы его топим так у нас идет ребят перезаряд сносим команду так отлично огонь но мы незначительно конечно снизили это все мне такое впечатление что вторая бригантина она тупо сваливает она по ходу сваливает то что попробуем догнать принципе мне не обязательно и догонять потому что у меня команда не особо-то много у меня перезарядка даже долго я бы сказал да нет это бригантина не хочет уходить далеко не но он но он вроде бы сваливает блин я даже не знаю че за этой бригантиной делать ну к ниппеле сейчас зарядим и попробуем ее к ниппелями блин вот ребята когда я не прокаченные уровни до по стрельбе неудобно вообще неудобно конечно играть есть понятно я без своего второго корабля сейчас оказался так давайте этому скажем пусть уплывает куда-нибудь компаньон так вроде бы перезарядился сейчас поближе 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 подойдем огонь но долгое-долгое перезарядка ребята очень долгая огонь не мы так заколебем всему команду конечно носить но абордаж брать вообще смысла сейчас нету это опасно так а что если я попробую вручную в него выстрелить а вот вручную лучше кстати стреляется по точнее скажем так чем на автомате так он тоже по ходу бомбочки кидает а хотят не бомбочки нет он да где ты там блин он берет меня на абордаж и это зря это зря ребята так смотрим чему все приведет а пока ни к чему хорошему и нах убили ребят а тут такой момент я зашел в таверну откатил сохранение назад это с того момента когда мы познакомились с бальтазаром в портовом управлении я иду живу помните для того чтобы пополнить команду я забыл просто сохраниться ребята на этот раз у меня почему-то он попросил отставки ну естественно я его оставил ребята тут сидит штурман штурман тебе не помешает а каков то будешь в деле ребята славный малый его лояльность мне нравится 67 навигации вы только приколитесь естественно моего не слишком ли ты много хочешь блин он знает все цену чел ладно я беру тебя ребята для чего я это вообще все делаю смотрите 67 навигации это нормально так где мой штурман этот штурман рано или поздно сбежит у него ее 58 мы его просто смещаем с должности пускай блин черт мы его смещаем с должности а вот этот пригодится итак давайте посмотрим его лояльность в принципе лояльность плохая написано славный малый но я думаю все будет а норм все он мой штурман и у него лояльность самое главное лояльность ребята нормальная эй команду давай сюда а повторно нанимаем команду а теперь отправляемся в флицбург и на нас по сценарию все так же нападают а я кстати не знаю на меня что-то не нападают до сих пор я уже дошел до гваделупа ребята а квестового корабля не было вот что самое интересное я не знаю с чем это связано я говорил вам то что я откатился немного назад по сохранению из-за того что я забыл сохраниться только лишь из-за этого так флицбург у нас здесь ребята где знак вопроса осталось совсем немного и мы придем я не знаю может возле флицбурга кто-то нападет ребят сейчас даже читать какие-то прохождения смысла нету потому что как вам объяснить наши разработчики карибен легенд они немного игру переделали так что тут какие то есть возможно и нестыковки нету квестового судна ребята нету все флицбург мы приходим на нас никто на этот раз не напал опа а вот сейчас напал но мы рядом с фортом так один из своих кораблей даю команду уплыть ты тоже уплывай да хотя я в принципе почти в флицбург пришел давайте поближе к форту я слышу форт форт ну давай помогай помогай так стоп а вот теперь я попробую вручную да блин ничего не вижу так немного команду снесли блин орудие вышло из строя черт так отлично крутимся крутимся пока форт помогай форт особо не помогает ну ладно так перезаряд уходим на перезаряд огонь форт и вот сейчас для меня самая выгодная ситуация когда я могу абордировать так так давайте повторно берем корабль и ребята это повторный абордаж так отлично у меня офицеры вообще отдыхают они не считают это просто сложным а я просто полазию алмаз кстати алмазик накопил потом продал давайте давайте ребят там это разбирайтесь вот опа зельги отлично это что такое тоже что то интересное блин ребята давайте я вам помогу закончить вот это вот вот и все да у меня не команда прям в волке особенно когда ты снесешь хорошо чужую команду то твоя прям вообще какая-то безумная становится выходим на второй ярус ребята есть есть ну прям реально волчары волчары тромбон ну я не думаю что мы здесь что-то найдем блин блин я чуть бой не продолжил дайте к сундуку подойти открыть всю мелочевку как я и говорил ребята собирайте не стесняйтесь она может быть пригодится а может быть и нет конечно но я в общем собираю блин там же было открыть ты что стреляешь кстати это другое судно с другим капитаном он он решил от меня спрятаться вот и все я даже с ним больно то не церемонился ребята давайте посмотрим что здесь лежит две тысячи пс за мое беспокойство слишком как-то дешево а большая жемчужина что здесь перстень медный кувшин не знаю зачем гарпун лечебной земли то есть по факту здесь опа это что такое зеркальце в принципе здесь ничего нету практически ничего сейчас чуть-чуть это книпели картечи бомбочек еды переместим так вот доски парусину сейчас заберем обязательно потом ремонтироваться будем пороха чуть больше оружие лекарств у нихром есть ну и все в принципе черный бык он нам не нужен так мне надо чтоб немножечко форта размотал моего неприятеля так ошибку свою номер один я ликвидирую то есть это сохраняю опа 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 он тоже в меня умеет стрелять все команда снесена фортом но ребят этот вариант намного проще и легче в смысле дайте дайте мне на него абордаж да стой ты куда поехал все вот так вот лучше всего по крайней мере я реально доволен ладно команда пока там занимается своими делами я буду своими заниматься как обычно всякие зеркальца кстати для алхимии в будущем вот эти зеркальца всякое вот это дребедень она может пригодиться блин сказал про зеркальце везде зеркальце мне теперь выпадает блин это не смешно вообще не смешно так давайте тут посмотрим что у нас ну хотя бы так ладно все переходим я туфли не собираю они удачу отбирают в принципе их можно продать я тоже понимаю но до того момента пока я их не продам они будут во мне штрафы штрафы герою давать так гарпун все я готов идти к капитану ну что здрасте капитан кстати а у него уже текстурка другая блин ты защищаться что будешь 14 что-то боевка что-ли другая не пойму я такое впечатление что он сверху удар наносит ладно до свидания попрощаемся заберем 52 песса не так уж и много вот здесь должна быть добыча неплохая сейчас посмотрим 10 тысяч песса ребята 10 тысяч браслет конхистадора кошелек ну как вы видите всякая хрень очередная хрень то есть поживиться ничем в любом случае не можем ничего стоящего нету и не будет доски порох ребята на ремонт ой порох то зачем я столько набрал лекарство провиантик картечь книпели ром а вот здесь ром уже есть все больше нам вот этот корабль не нужно все отлично да мы немножечко корабль наш поломали а мне интересно чеченгит плотником назначен чтобы он не ремонтировал его а не дал он плотник все хорошо я предлагаю прийти в флицбург причаливаем то есть бой и происходил у форта флицбург поэтому так все легко прошло так здрасте надеюсь я и в дальнейшем могу на вас положиться спасибо за ваш труд капитан как я ожидал проклятый джошуай геретик напал на меня и ваша защита оказалась как нельзя кстати а потому примите мою благодарность и эти пять тысяч песса пять тысяч песса ребят слышали вы слышали я боюсь мы это не утащим всю эту сумму нужны мешки картофельные чтоб ее засунуть не слишком щедрая награда за жизнь даже шарль это понимает кроме этого я обязательно присущи отправлю манхеру роденбурга письмо с наивысшей оценкой ваших действий а теперь мне пора ну что же прощайте бальтазар моя репутация изменилась до неизвестной идальга наше дело быть на чеку ребят я где-то цыганку видел пока как мы пришли сюда где-то была цыганка так извините не по прохождению конечно вот она не жопимся ребят сразу вот эти пять тысяч песса цыганки просто сплавляем они нам не нужны ребят вот эти амулетики все покупаем те которые видим у меня вы найдете все самое необходимое и по оружию давайте посмотрим есть мягкий жилет но я его брать не буду так два гарпуна наверное продадим нафиг они вообще нужны больше ничего интересного я здесь не вижу я решил перейти наверх ребята отремонтировать корабль потому что каждый со своей душой с неотремонтированным кораблем ходить браздить просторы океана как бы Карибского моря это как-то маленько странновато я предлагаю также зайти в тавырну ребята прежде чем отправляться к лукасу Роденбургу но в принципе это не сюжетка уже ребята тем кто щедро платит вот 88 так офицеров нигде нету да ладно все отлично выходим в порт ребята торговцев мы обследовали вроде бы все мелкие дела сделали теперь можно отправляться в Вильямсдад но мы по пути конечно же куда-нибудь еще заскочим например для пополнения команды второй корабль скорее всего придется в портовое управление сдавать потому что он мне будет сейчас мешаться но так как ребята я вам рассказывал команду сейчас пока очень сложно нанять прям очень сложно по 20 по 10 человек в каждом городе я просто буду сейчас пополнять корабль максимальным количеством команды я понимаю это расходы но для прохождения квестов это жизненно необходимо естественно смотрим торговцев все самое необходимое опять пистолеты продают короче все понятно так все самое необходимое я думаю лечебные зелья можно спокойно покупать потому что они нужны всегда так у шляпы их 32 вот вот этому чему возьму так у тебя что здесь есть всякий мусор понятно так мы прибыли сюда специально чтобы сходить в таверну вообще можно было бы и торгануть что-нибудь купить для велимсдада и привезти в принципе мы сейчас это наверное и сделаем я уже забыл там какие товары идут так мне нужны матросы чтобы уйти в плавание отлично давайте откроем меню торговли ребята чтобы не идти порожняком я предлагаю здесь закупить какие-нибудь товары итак велимсдад мы были там недавно кожа я уже забыл какой цвет там а вот канаты а это это контрабанда эль ром вино это колониальный это это короче то что они производят кожа черное дерево красное дерево ваниль копра паприка ну как то так так ладно пока мы здесь давайте я предлагаю все-таки на этом квесте и денег чуть-чуть заработать чтобы порожняком не ходить так здравствуйте мне надо что-нибудь там ванили либо еще что-то ага мы видим это агрессивный спрос то есть тут тоже это все надо не не ну в принципе можно и кофе попробовать а тут кофе есть да но это не то можно конечно ребят торгануть но не из этого города поэтому я предлагаю сейчас на гвадалупу ребят мы все равно мимо пойдем сейчас на гвадалупе загрузим груз кофе сколько у нас есть и на этом хотя бы немножко заработаем я не хочу просто плавать просто так порожняком мы все-таки голландская вест индийской да пошел ты ты че мне мешаешь блин я теперь из-за него блин вот мне вот стычки только с пиратами вот не хватали блин я я я я я не знаю у меня эмоции через край я пытаюсь уйти а мне не дают так отлично времени в принципе вагон времени хватает для того чтобы заняться вот этими вещами так ну ладно я так и думал что я приду не вовремя не мешало бы отдохнуть до до утра удобная все таки штука сделана разрабами в этой игре имеется ввиду меню отдыха мне она нравится магазин здрасте здесь кофе по зеленой цене ребята мы полностью грузим сколько можем это на шестьдесят одну тысячу наш корабль и все или или не все давайте вот сюда еще грузанем и тридцать семь корабль партнер отлично меня интересует ребята команда давайте команду наймем вам нигде не найти кухни лучше нашей три человека а мы это мы корабли же загрузили точно я думаю чё ко мне никто не вылазит а вот в чем дело так ребят я предлагаю сохраниться сохраниться именно здесь и отправляться в Вильямсдад в принципе квест первый квест на работу гвик он закончен ребята сейчас просто в данный момент показываю одну фишку связанный с торговлей она нам нужна для того чтобы хоть немножечко заработать на этом все равно идем в Вильямсдад ребята вообще мне кажется выгодно всегда торговать с Вильямсдад с этим городом потому что очень много товаров него блин пираты нам вот сейчас пираты вообще не кстати вот чуть-чуть осталось и мы уже здесь я защищаться не планирую блин атаковать три часа ночи мы прибыли но это маленько не то время которое я бы хотел порт Вильямсдада причаливаем нам надо продать товары ребята естественно будем сейчас отдыхать мысли вслух не мешало бы отдохнуть до утра опять уходим в загрузку ночью магазины не работают опасно даже Вильямсдаде ребята это опасно так ну что я иду к уличным торговцам в первую очередь ребята я понимаю что сейчас немножко я отхожу от голландского гамбита в этой серии но мне хотелось бы максимально заточить внимание на том что надо торговцев проверять амулет шочепили ритуальный глиняный сосуд в общем он на 15 процентов уменьшает расход парусины во время ремонта так что я вообще рекомендую как уже сказал я в начале наверное игры все амулеты скупать но в принципе если мы дальше планируем проходить игру от этой ветки то обязательно амулет четкий торговца ребята ну это не то конечно что нам надо но тоже можно приобретать ладно хватит болтать давайте пойдем в магазин надо продать товары вы примерно помните за сколько я все купил кофе кофе продаем а мы купили за 60 там с чем-то 4 что ли тысячи если я не ошибаюсь продаем за 109 оп и здесь ребята я не помню мы по 30 что ли брали 69 то есть офигенный доход у нас есть миллион поздравьте поздравьте меня с первого миллиона можно кстати к шарлю возвращаться сказать а братан я миллион заработал все а все это надо было начать голландский гамбит за гвик и взять по пути этот товар а ну че ребята я подошел на получается на на адрес на котором расположен гвик ребята все я готов зайти к лукасу роденборгу доложиться что все нормально я этого бальтазара проводил можно сказать только в кроватку не уложил можно сказать и сказочку на ночь не прочитал все сделано в лучшем виде пираты все обидчики потоплены но ребята я думаю сейчас это делать и я не буду а сделаем это с вами уже в следующей серии сейчас ребята я хочу сказать чтобы вы не забывали подписываться на канал естественно ставить колокольчики это это была ребята первая серия голландского гамбита за гвик поэтому с вами был канал алексей 24 ребята не забывайте не забывайте про плейлист внизу под видео увидите все ссылочки ребята в описании ну и конечно же я приглашаю вас приступать ко второй серии голландского гамбита но это будет уже в следующем видео ребята а сейчас всем пока